Всем привет, друзья! С вами В1-2К Хаус. Мы играем в ЛТД вместе с магистром ЛТД, чемпионом одного турнира, челом, который раньше был суперспециалистом по Blacksmith, но сейчас переквалифицировался... Стал Нубасом. И стал специалистом по... Нет, меня, конечно, разрекламировали, я просто играю. Все отстаньте от меня. Ты же почему покраснел такой? Я красный игрок, так что не надо. Мы играем в какую-то версию, тут мод, вы посмотрите, блин, некоторые столько книг не читали, сколько... Короче, да, какой-то... А это Озгеймовский или какой мод? Это Ириновская версия. Ириновский ранкновый карта. Она даже инком... А, инком на первой волне... Где? А что-то Шадо Шторм фигню какую-то построил, нафиг этот кавалер. Все хорошо у него, все у него хорошо. Все у него хорошо. У него хорошо. А, ну, кстати, он долго отбивается. У нас цель какая? Пройти сейчас как можно дальше. Прямо посерьезу. Да, я не вижу, как-то пришел. Для этого кто-то должен течь. У нас пока никто не течет. Но наши... Течь четвертый. Наши противники справляются. Нас выручают. А почему у вас мифи какие-то этот, ЛГБТшные? Доктор Атюм? А, это типа косметика. Я потом еще перекрашу поле. Это косметика Ирина Бот в поддержку. Главное, чтобы игру не кикнуло после вашей косметики. Так, получается, желтый. Димасик играет так же в Ватер-Лемме, как и я. Мне выпали Ватер-Леммы и Вич-Доктор. Идеальная тема. И сейчас мне выпала Нага. Нага тоже хиляет. Это прям найс. Мне тоже Вич-Доктор. Я доволен. Я думаю, построить двух фантомов. Как ты думаешь, я сейчас отобью Синсерт? Мне нужно апать одного Иллема хотя бы. Зачем? Не апнуть, ты просто очень слабо. Нет, ты отобьешься, но просто они неприкольные. Слушай, а я никогда, вот сколько я играю в ЛТД, там, 15 лет, я никогда не апал Ватер-Леммов. Потому что ты, получается, он дороже в 3,5 раза становится, а сильнее, там, но не в 3,5 раза. Хорошо. Нет, я, наверное, построю, когда-то отклонит. Хотя так у него в три раза увеличивается. Так-то. Скорость я даже не знаю. У него там 4 отскока. Не знаю, насколько у маленького. Да, плюс это, конечно, каждый прикольный. Каждый клепает версию, как он хочет, поэтому да. Поэтому, может быть, в этой версии, наконец, сделали нормально полученных Ватер-Леммов. Они прям очень нормальные. Раньше просто... Ага. Ну, раньше просто Ватер-Лемма, это просто отбиться в начале адски за инкомити, поэтому улучшать их смысла никакого нет, потому что, ну, это все равно юнит для старта игры. И в лейте лучше просто других юнитов построить. Так, мне... Блин, а конь жесткий. Конь даже эту волну шотает. Понял. Да-да, это один из лучших танков. Ничего себе. Ну, у него... Лучше и лутка в решении. В версиях добавили damage reduction. Раньше конь это был просто бесполезный кусок конины, блин. Ой, я, кстати, чуть-чуть втек. Походу. А, нет. Вадим, угадай, кто мне пришел поздравить меня муж. А что ты говоришь? У меня конь, у меня конь мимо пробежал. Что за хрень? А что молния иногда падает? Мишка, может быть. А у нее обилка есть такая. Она хиляет, и еще молния пускают, и они иногда там взрываются так. Ничего себе. То есть здесь много чего добавили, я так понял. О, учитесь. Я очень долго отбивался и чуть-чуть втек. Это идеально для инкома. Что это за троллинг? Меня я затроллил. Хотя нет, я как бы... А что сделал, что против? Так а что... Какие волны в этой версии сильные, какие слабые, к чему готовятся? Есть ли боссы? Ну, вообще не парьтесь, просто играйте, и все. Боссы... Чимпов можно вызывать, да. А, то есть ты сам вызываешь. Ты сам вызываешь, да, относительно того, что у тебя, как у тебя. А у меня Lord of Death. О, Медицин Мэн дешевле стал, найс. Блин, интересно... Если я построю... А здесь юнитов можно тпшить? Нельзя тпшить юнитов. Если я построю, интересно, Медицин Мэна, и улучшу Вич Доктора, что будет? Надеюсь, что-то хорошее. Ну, лучше аппай, лучше аппай, лучше аппай. Айридар варлог, варлог, что делает? А, лучше аппай воду. Лучше аппай воду. Инс. Слышишь? Да. Какой лучший грейд? Левого. Левого. Который призывает собачьих. Айридар фигня, да, какая-то? Нет, он хорош на 20-ю. Это у которого мана защита, а щит на ману? Нет, да, 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 вот он хорош на 20-ю, маны. А, вот, за счет вуфе можно спелл прочитать. Получается плюс 5. Ну, кстати, нигде не написано про молнию. У него улучшный, по крайней мере. Вот сейчас я могу втечь. Улучшный. Сейчас я могу втечь, потому что у меня впереди водичка, и ее очень легко зафокусить, и поэтому апхил не такой эффективный. Блин, плюс нага эгоист. Не, я, походу, сейчас втеку все-таки. А проблема в том, что надо было, наверное, строить хиллера впереди, и ватерлема бы не умирали, на самом деле. В этом моя проблема. Не, на самом деле проблема в том, что надо было поставить 5, вот, 6, и хапать, тогда бы ты никуда не втек, и все было. Ну, да, если хапать, соответственно, да, это просто больше денег тратить на вот это все дело. Да не, не, так бы не было мелких у тебя, и были бы эффективные юниты просто. О, у меня спина. Нормально. Капаем. Да, офигеть там. Ну, ты 100% получишь. А, у дерева сплэш жесткий. У дерева раньше не было сплэша, да? Ну, сейчас я сплэш, да. В этой версии есть круто. Ничего себе, это дерево имба теперь. Очень жесткий. Да, нормально. Дерево, получается, без сплэша раньше было вообще какой-то не очень. Блин, ну плохо, что я очень сильно втек, но с другой стороны, я союзника подфармил. Ну, блин, такое, такое. Легалим побежал. Молодец. Еще раз. Вообще, я бы предложил РМК, потому что ты сильно отстанешь сейчас на Вадиме. А я следующую не отобью? Ну, ты, скорее всего, ну, ты отобьешь, отмени, не знаю, что-нибудь. Тебе нужно... Ты дерево делаешь или виспа? Виспа. Ну, виспа оно убивает всех. Да, у тебя 10-5, но дерево вообще какое-то, оно было в принципе более-менее терпимым, а потом ему еще сплэш добавили, вообще красавчики. Ну, на самом деле, дерево не лучший старт, просто из-за того, что я поел, у меня 10-5, а не из-за того, что дерево хорошо. У вас свои термины. Блин, у меня как раз чувачки с этим, с возвраткой, но если я их сейчас построю против кабанов, то боюсь будет проблемы. Мне надо было чемпиона вызывать на прошлое, я затупил. Ну, ладно. А пандарины тут сильные? Пандарины, ну, неплохие. Но они... Тебе нужно апать воду сейчас, забудь про все вообще. Тебе нужно апать воду. Да вода 130, я одну водичку апну, не лучше. Больше, продай пандарины, апай воду. Тебе танковка на четвертую не нужна? Нет, все, ладно. Я не буду тебе верить. Телен. Не, я, конечно, скорее всего ошибаюсь, но не хочется. Ну, не могу... Просто сейчас что? Сейчас пандарины... Во-первых, пандарины я не мог продать, я построил его заготовку в прошлый раз. Во-вторых, сейчас я надеюсь, пандарины выбежат на него навесить фрост армор. Да? Да? Навесить фрост армор? Да. О, навесили фрост армор. Он будет лучше танковать. Все-таки 1300 хп, это намного лучше. Водичка сейчас не будет огребать. У меня проблема в том, что, ну, водички недостаточно много, чтобы она убивала всех подходящих, и при этом водичка сразу фокусится. Блин, что тут драконы? Тут драконам то ли атаку добавили, то ли что. Когда бьют драконы, прям вообще как-то все плохо. Если честно. Голема убили, жалко. Не погорит больше. Что-то как будто у тебя тоже не все очень хорошо. А, ну у тебя, у тебя будет следующий голем, и все будет норм, скорее всего. Так. Ой, что-то мне катапульту отправили. Задроты чертовы, и я чисто... Ты, кстати, напиши своему челу? Да, не именно нагрю. Ну, типа мы стараемся... Так, это можно кидать. Обычно что-нибудь послабее, типа нет. Да, мы все это обговорились с ними. Мы все это обговорились, что мы кидаем по КД, чтобы пройти карту сверху. Ага, окей. К катапульту здесь ты можешь на плюс. О, ну все, ты видишь, все. Я решил на самом деле свою основную проблему. Ну, то есть, одно дело, блин, когда человек меня учит в Blacksmith, который сыграл 20 игр, с другой стороны слушать кого-то в ЛТД прям совсем не хочется. Когда у тебя есть свое понимание какое-то. Ну, я попробую. Что же за великолепно? Версия очень сильно отличается. А кто сдох? Что-то шторм, ну пас. А у тебя не вызвали голема во второй раз? Не, не успел, да. Ну, там у меня мяса мало было. Да и не апнул никого. Если бы апнул хоть кого-нибудь. К этой волне, наверное, надо было все-таки улучшать уже. Потому что голем один, это мало. Не, пришел этот, такого, усталетики там, усталет. Опять кто-то лает на луну. Ну, вообще, если честно, конь, как по мне, отстой. То есть, он вообще ни черта не дамажит. И, не знаю. То есть... Он как танк, хорошо здесь. Ну, да, я понимаю. Но надо еще сказать вражеским юнитам, что они били именно коня, а не голема, которого впереди вызовут. Тогда все будет хорошо. Так, надо бы... Блин, мне задолбали ауру давать. С одной стороны, это зашибись. С другой стороны, я уже хочу нагу улучшить. Ну, всякое такое. Ну, капитанов построю. Че делать? Так, ну, ауткаст точно сейчас не лучшая тема со своей тяжелой броней. Нагу все-таки я улучшу. А вот здесь эта волна сложная или не очень? Ну, тебе будет нормально. Мне будет нормально. Так, мне нужна возвратка и улучшенный капитан. Я бы воду хотя бы одну апнул. Ты со своей водой просто водохлеб. Все нормально. Я не люблю... Ой, яичко поставлю. Блять! Это яичко топ. Если ты его апнешь влево, оно будет вообще... Оно очень хорошо здесь. Очень хорошо. Да, улучшенное яичко. Я все еще надеюсь... Просто у яичко, короче, обилка неуязвимость. Но каждый раз оно с этой неуязвимостью во всех возможных версиях ЛТД умирало. И вот сейчас я надеюсь, что когда-нибудь выпустят версию ЛТД, где уязвимость... Ой, неуязвимость. Будет неуязвимостью, а не фигней какой-то. А здесь так сделали. Знаешь, почему тут поменяли? Поменяли калдаун. То есть она теперь кастует не когда она на лоу хп и птичка так же, а когда она постоянно по кд кастует неуязвимость. А у птички раньше вообще не было неуязвимости, кстати. Теперь есть. Ой, ну у меня все хорошо вообще. У меня все-таки куча аур. Я, конечно, по ламбору отстаю. Что-то вообще я делаю-делаю грейды, думал, я красавчик, а оказывается, что-то нет. Ой, ну мне нравится. Чуть-чуть самооценочка выпрыгнулась. И у меня еще есть отмазка в том плане, что сейчас у нас тут в Таиланде какие-то повышенная концентрация в воздухе каких-то мельчайших частиц, которые проникают через фильтр мозга и попадают прямо в мозг, короче, в больших количествах. Так что у меня еще есть отмазка, что я не нубас, а это частицы во всем виноваты. Не, ну Шадош Торн, вот сказали течь, течет. Вот мне нравится исполнительность человека. Я стабильность. Да. Скали построить бесполезного коня. Построил. Так, у меня пришел Lord of Death. Я не знаю, насколько в этой версии он хорош, если честно. Хорош, ну да, хорош. У тебя Т5 очень хорош. Посмотри, вот видишь, у меня вот это вот стоит Свордмаг из Т5. Он очень хороший. А, здесь его, да, видимо, сделали дешевле опять. Блин, я по диагонали не построил, у меня розочка на четверых будет всего лишь, но ничего. Так, Свордмаг или Lord of Death? Свордмаг или Lord of Death? Блин, Lord of Death я не улучшу. А это волна сильная? Автобоссов тут нету? Автобоссов нету, тот сам вызываешь. То есть, соответственно, волна слабая, соответственно, я могу на перспективу построить... Ну, то есть, как бы, я бы мог построить одного Свордмага, либо я построил Lord of Death, отстойного на этой волне, и друида, в принципе, не супер клевого. Но зато на перспективу, типа, дым-сюдым. Кстати, химеры во многих версиях сильные. Здесь как с ними? Улучшенные дракончики. Хорошие, нормальные. Такие же, как везде, я бы сказал. Ага, ну где-то их нерфили, версий-то много. Сейчас получается, седьмая волна. Седьмая волна это сильно. А у меня... У меня некор, у меня камыш. Блин, некор нужен. Навайс улучшенный. Три хорошего себя. Три хорошего. Три. Интересное кино. Они седьмую хорошо бьют, десятые по игре хороши. Окей. Я просто не знаю, делать ли мне грейд. Ну хотя, учитывая, что мы все течем туда-сюда, наверное, сделаем. Инка много. Ну, не все. Не, ну в смысле, что каждый вон. То есть, смешно. По идее, человек, если течет, это типа плохо. Но с другой стороны, это удлиняет время игры. И инкок... Ой, как у меня голем до последнего горел. Он вообще затесался среди этих големов. Пытался... Я как понял, эту версию вообще не пройти, если не течь. И быстро проходить волны. Пытался быть своим. Пытался быть своим, да. А чё, кат это 340 сильные? Да, не хаос атакой. Нифига себе. О, если ты решил протечь, ну у тебя Сиджармор. Меня с чемпом раскидали. Ну и отбился. Ой, чемпо обычно... О, ёпрст, а меня чемпо сейчас сам раскидает? У него 7000 хп вместо 400. Ничего, Вадим, мы вместе сейчас его запинаем. Да нет, ты распинаешь его нормально все. Ну так, лишь он не умножает. Не, ну меня очень нравится реген в виде облачка и... Да блин, дохни уже голем. Анахию что ли? Где облачко и вещдоктора? Вообще любой стакающийся реген, это прям очень хорошо. Ну блин, добейте его. Да, на полизуэм. Хотя... А, у тебя тоже, да, 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 да. Молодя, не, ну так-то ты, в принципе, отбился, но всякий случай можно качнуть. Так, а если что-то течет наш сенсей, то возможно стоит... А, ну хотя ты течешь из-за босса, опять-таки. Да, да, да. Блин, босс же противный, конечно. На 10-6 всего лишь я чувствую себя неполноценным, блин. И пост прошел. А сейчас он катапульт, надо ей правую руку анатхию, да, извините, смотришь, да, давай. Катапульты, катапульты, ты бежей? Они же больнее бьют. Не, может, и так укачнуть немного? Да, надо. И вот этот качнуть немного. Регена. Порадничать мне немножко отсюда. Да не, все нормально, что он... Он вернул как бы то, что... Я рад, что мне пришло дерево, я сейчас апну его в дерево, или 22 сделать. О, а что за архидруид? Что он делает? Нет, не с варма, друид, я... А, не друид, который правый, он очень слабый здесь. Если у нас возглавили, надо сделать... Два дерева, жизнь, да, нормально, но лучше сделать правое. Или взрывное посередине, которое... Правое. Я попробую за 3-го батл попозже. Так, а мне надо что-то апнуть. У меня был этот... Так, а мне нажмут хантреску, кто не хватит. Чутка не хватает, блин. Блин. Ну тогда я просто построю еще, что ли, хантреску к 10-й. Наперед. Так. Ну и норм, и норм. Единственное, у нас получается очень много грейдов, и опять-таки, игра... Волны долго длятся, у нас поэтому посланных юнитов что-то многовато будет, и они будут копиться-копиться, но благо мы посылаем не самых сильных. Так, ну сейчас я до 10-10 доделаю. Мне кажется, что дерево жизни, если много построить, то они шхеляют жестко, или это фигня все-таки? Ну, это нормально, но 2-2 можно, ладно, 2 можно, но... Ну, просто, допустим, на 20-ю, на 20-ю, на 20-ю правое самое лучшее. Тогда я беру правое все. То есть, есть такой вот, меня хэппи учил, наш хэппи, в смысле. Хэппи играет в лута, да? Ну, там у нас свой хэппи просто есть. Он, надеюсь, такой же флегматичный и неулыбчивый, как оригинальный хэппи. Похож, похож, да. То есть, счастливый, но несчастливый, да? Да, да. Это круто. Нет, что-то я переусердствовал. Но, опять-таки, в эту версию я вообще не играл, так что... Не, я помню, что я играл в какую-то версию, где был Lord of Death 3. Вадима, ты меня сам подсадил на ЛТД, если что... Мы играли в эту версию. Блин, в эту версию. После того, как я играл, то есть вы стартанули в Hell & Halt здесь, и потом попробовать, и потом пошли в эту стандартную версию. Это та версия, где сильные кентавры. Да. А-а-а, тогда окей, тогда окей, тогда я в нее играл достаточно сколько-то раз. Так, близки, хорошие, да? Блин, за большим количеством водички присты под вопросом, конечно, но... Поставлю три. Поставлю гризлика. Гризлик хороший штанг. Сделаю несколько гарчерий. Даже четыре. А птичка-то сильная? Грифон. Птичка... Ну, Грифон нормальный. Такс, и есть... А, ух, офигеть, еще приз такой дешевый, 220 в сумме. Блин, так надо было призтов фигарить. Уже поздно. Я правильно же понимаю, что... Ну, это прям имба какая-то. Он хороший, особенно под монорегом. А не просто раньше стоили 300? Ну, 300, но он хилял 500 за хил. А, сейчас хиляет 250. А, ну, правда, он 300 хиляет. Учитывая, что он может хилнуть чувака, у которого 5 хп не хватает, то в целом это не такой уж сильный дебаф. Ну, то есть в цифрах сильный дебаф, а на практике не сказать, что прям... О, у меня... Как раз когда прошли все рейнджовые волны, у меня ускоряющее дерево. Оно же ускоряющее дерево. Ну, нормально, я несколько альфа-мейлов поставлю. Альфа-чейн. Мне бы к десятой волне Грифона улучшить. И все будет прям хорошо. Виндиго тут вроде супер-жир, да? Да, хорошо, он с мясами и по 20 тоже хорошо. Особенно если танковки нет. Сколько играю в варик, до сих пор не знаю. Если отскоки, ну, вот хантрецкие, либо, соответственно, черепахи с 20-й, миссают, то дальше чакруму не летит отскок? Не летит. То есть прям супер-имба? Да. Если он стоит впереди, то он дарит мясы всем юнитам, которые за ним, по сути. Ну, условно, отскок не полетит дальше. Офигеть. Это про кого речь еще-то я задевался. Про мясы против черепах. Понял. Очень лордов деф. Надо ставить. Так, что, ставим дерево. И ставим дерево здесь. А урокапитана стакается, да? Да, да. Да, да, да. Блин, на виндиго денег не хватает. А, хотя я могу построить виндиго, ослабившись-ка... А, не, лучше альфа-самцов, наверное, несколько влепить, да, к 10-й? Да, да, хороший, ребята, к 10-й. Ну, все. Ну, блин, 50 голды осталось. Яичко, конечно, можно. Здесь даже... А, 200% faster? Но! Impressions damage. А чё? Чё? Impervious? Это что значит? Значит, как заклинание из Гарри Поттера, исключительно. Не помню. То есть, получается, яйцо у нас уже ускоряет себе атаку, на самом деле. А не кидает неуязвимость. Ну, видимо... И неуязвимость тоже. И то, и то. Ну, она получает урон в этой неуязвимости. Да, да, да. То есть, походу, это нерешаемая задача. Сделать неуязвимого юнита, который неуязвим, пока... Не кидайте, не кидайте, не кидайте. А, блин, уже кто-то закинул. Это не я даже. Что-то пошло. Так, можно жахнуть пока какой-нибудь грейт там, я не знаю. Ну, я построю, получается, замедляющее дерево. Я построю... Блин, у меня маверики... О, у меня варлоки пришли. Варлоки, это прям красота. А что вообще? Какие-нибудь вот... Ты вы играли в турнире в каком-то? Сколько там было команд? Больше одной? Там было, да, больше всего, где-то 12 команд было. Там был ТБ-турнир, то есть, условно-регалось, там 60 человек, там 50. Их зарандомили в 12 команд. То есть, прикольно. Ну, РТ, как в старом варике говорили. Да. Штурм пытается, чтобы ему в реале не мешали написать чатик ЛТД про это? Ну, давай, штурм, кинем арену, чтобы попробовать ее выиграть. Окей. А, здесь арена больше, да, дает? Ну, 500 гол, ты так же. Не знаю, как... Ну, ты же раньше 100. Сейчас 500, да. Окей, я тогда не качаю пока никакие грейды. Конечно, я не получу одну волну инком, но потом это выпрямлю. Потому что запасы ты получаешь. Что же, штурм? Каплю говорю. Ты либо что-то... 10, не качайте, максимум 11. Уже не окупится, больше не нужно. В смысле? А потому что это не окупится, просто доверьтесь мне, если мы хотим пройти максимально далеко. Хорошо? Вот хотя бы с этим не спорьте. Хотя бы с этим. Ну, а в смысле, мы сколько волн сыграем-то? Мы сыграем, скорее всего, до 20. А потом? А потом? Там есть волны, если мы выживем после 20, то будет 20+. Я так понял, зомби, в принципе, неплохой товарищ. Зомби хорош, да. То есть, раньше это был просто какая-то сомнительная аура, а потом уже много версий самых разных. У овца, а что за flying ship? Она прикольная, но только она у нее хаос атака и отскоки. Типа. Я возьму грифона, наверное, он по лайту и потом по тяжелой лучше. Так, я построю заготовки мавериков, что ли? Маверики. Мусор. Лучше апнутых. Ну, я понимаю, я понимаю, что лучше апнутых. А, а, ё, нужно варлоков построить. Да, все, не успеваю. А здесь же нельзя как... Уть. Уть. Ай-яй-яй. Вот, мне что нравилось в старой версии, что перед началом волны все юниты, которые есть, достраиваются. Ну, я чувствую беду, конечно. Чувствую беду. Ну, одного босса убил. Хе-хе, уже хорошо. Фокус был в начале шикарный, сейчас широким фронтом зашли, будет рассинхрон урона. Трех одновременно, четырех одновременно били. Пипец, конечно. Ну, не, я отбиваюсь. Нажать на одну кнопочку, главное, чтобы кто-то не видел. Так, все, мы засылаем на арену. Можно отправить там демона какого-нибудь. Можно отправить кракена какого-нибудь. А ты классный на арену. У них хаос урон тут. Так. Выпускаем кракена. Затянуть волны. Но демон не полностью, конечно. Как пиньте. О! Три на три теперь. Нет, нет. Демон не полностью инком отдает. Так, они кто-то протек, получается. Но не сильно. Всего на пять мобов. Ни зеленый, ни оранжевый. А кто? А, желтый тоже вроде там был. То есть протек доктор Тема как раз. Стратегически. Я на секунду потом к ним перейду. Нам нужно, чтобы какая-то одна волна была длинная. Так, что я могу сделать? Маверик. Сейчас вернусь. Могу сделать мавериков. Мавериков я могу вот этих вот уже достроить. Ну, такое. Не, ну, маверики. Хаос атака. Ладно, что я могу построить? А, кстати, лимита не хватает. Какое-то дерево. Где ферма? Здесь отдельное. Окей. Я могу построить дерево. На то, чтобы потом его улучшить. И сделать двух мавериков. Ну, и сделать альфа-самца, что ли? Так, где-то... Я троллейберс, троллейберс чемпиона сделал вовремя. Ауру. Красавчик. Отправляй на арену срочно, на последнее дерево. Срочно. Шадошторм. Нет. Так, надеюсь, мы сейчас затащим. Ого, четко. 10-11, 10-11, 10-11, 10-10. Четенько. Я не подслушал нашего товарища и сделал 10-11 все равно. Так. Ой-ой-ой. Они идут к столу. О, мы больше на возвышенности из хороших новостей. У нас черепахи. Не знаю, как они в этой версии уравнивают. У-у-у-у-у-у-у. Артефакты пошли. Не, нормально. Но мы должны выиграть по идее. Да, мы и черепахи должны выиграть. То есть черепахи сильнее, чем один игрок, да? Когда как? Как жестко. Не, просто разнос. Ну, во-первых, мы были больше на возвышенности. Потом, правда, мы с нее сошли. У них что-то как-то вообще слабенько. Ну, кажется, что у кого-то телек работает. У тебя инсерпризнался? Не у меня. Нет, нет. Не знаю. У кого сзади работает телек? Так, сейчас достраиваемся. Будем кидать 12 и потом апать кинга. Нет, будут на настрой. Мы апаем кинга сразу, короче. Сейчас. Зачем? А, потому что нас пробьют на 14, чтобы затянуть волну. А какое дерево сильнок последним боссом в 3 of battle? Правая, правая, правая. Да, 3 of battle, видимо. Я просто название могу не помнить. Ну, там 3 of life. Можно чемпо взять, возьмите чемпиона. Чемпиона возьмите. Хорошо, что лучше строить? Сейчас, скажем. Где чемпион? Вот, нашел. Ну, мы, может быть, и втечете, но это ничего страшного. Это затяковный. Успел 3 of battle сделать под конец. А, ну блин, у него фортифай армор как раз против сиджатаки с боссом-то. Я красавчик, да. Это вообще стратегия. То есть нам надо проиграть на 14? Не проиграть. Мы не проиграем на 14. Ну, то есть пропустить на 14? Да. Ты уверен, что если я сейчас за 400 сделаю грейд, он еще за последующие 45 минут не окупится? Не окупится. Никто этого не делает. Только в каких-то невероятно длинных играх на старте. Так, в смысле, при чем здесь старт? Смотри, бывают такие игры, когда пробивают на 7 в 200 мобов, потом на 9 в 200 мобов. Этот, этот деф происходит очень долго кингом. То есть его там окружили, он бьет, бьет, бьет. За это время дерево копится. И там к арене все выходит 800 инка. Да? В таких играх это окупается. А если, как сейчас у нас игра, не окупится. Ну, так окупаемость зависит не от предыдущего, а от последующего ситуации. В том числе, просто, ты понимаешь, что ты начнешь проседать, если ты сейчас делаешь за 400, ты перестанешь дефать волны. Ну, да. И из-за этого не окупится. А, нет, ну тут же, это же опять-таки зависит же от силы моей армии и туда-сюда. Не, ну, конечно, у тебя сильно больше value, чем у меня. Может быть, за счет этого. То есть, даже мне 12 нельзя. У меня инка больше, value больше, и 12 я не могу себе позволить. То хочешь сказать, что если у тебя было бы сейчас 8040, а не 8440, ты бы проиграл? Нет, я бы не проиграл, но мне было бы тяжелее по игре. Интересно. Так, а варденка тут, че как? Че-то варденка, наверное, не очень уже. Киборг, наверное, нормальный, судя по всему. Варденка норм, варденку строй. Варденки топ. Они нужны на 14. Да я лучше киборгов, наверное, построю. Они как-то выглядят увереннее. Не, не, точно, точно. Ну, как хочешь, я, можешь не слушаться. Так. Я же тебя позвал, чтобы ты рассказывал, не для того, чтобы слушать. Да верно. Зачем это? Вообще, это для слабых. О, а тут черепаха какая-то есть. Че за черепаха? Блин, не успел. А, без понятия. Ой, надо было босса вызывать, возможно. Ой, точно. Я забыл босса вызывать. Хотя, это волна стреляющая. Потому что не надо было. Здесь же кроготы, у них 60% шанс reduce damage. Варденок, вороты и вампиризм, поэтому они хороши на 14. То есть, нам в 14 кинуто, нам нужно задефать 14. Максимально эффективно. Угу, окей, окей, окей. Так. А че? О, я построю не улучшенного шиповика, потому что пока я построил только улучшенного, иначе я бы вообще стек. И уже не вернулся бы в игру. Так, мы больше не кидаем ничего. Мы копим, вдруг нас очень сильно пробьют, чтобы мы презент сапнули. А... Не надо качать регенерейшн. А, ну не, фулкинга, а все у нас фул. А, уже фул. А, 35. Правильно. Окей. Так, сейчас у нас 13-я волна, воздух, с magic attack. Ну и ладно. А у меня что, у меня вот этот товарищ есть. Не знаю, гварденов десов можно несколько построить, если прям супер хотеть отбивать. Как думаешь? Ну, типа, насколько 14-й опасный? Два гварденов деса, наверное, были бы... Ну, можно, да, поставить два. Были бы неплохие. Ну, правда, они против 20-й, но только разве что в лучшем состоянии. Они воздушные, и по ним отскоков нет, поэтому нормально против 20-й. А отскоки только по наземным? Ну, типа, ты с воздуха на землю отскоки не происходят. Если черепаха бьет по воздуху, в землю отскок не дать. Одной монетки не хватает, блин. Сейчас, а если бы я продала илема, и мне бы времени не хватило. Я бы хотел трех этих гварденов построить. Интересная тема. Так, ну, мистерсов я сейчас построил, они кидают миссы. Ну, это не супер, конечно. Ну, так тоже пойдет. Ну, 2400 у них хп, так-то. Немало. О, я могу, во-первых, сейчас построить горного гиганта, а во-вторых, построить либо химер, либо гидр. Опять аура на армор есть, хорошая. Да-да-да. А ты про него и говоришь, да. Да-да-да. Я просто думаю, гидр ли строить, потому что гидры прикольные в лейте, но к 14-й они слабые. Гидры не нужны. Мне кажется, просто на Т5 можно парочку Т4, а не их 30 хапоригенов у Т4 апнутых. Да-да. Кого не апнуть, кого не апнуть? Т6 не апнутые, и на 14 ничего не делают. Вот. Они там мэджик уроном гладят их просто. Не апнутые нормал. А, не апнутые нормал, а апнутые мэджик. Да-да-да. Я это и говорил, что гидры сильные, в принципе, но слабые к 14-й. То есть, в принципе, можно сижать. Ахняпать просто несколько построить, да, на будущее а потом, потом будущее будет, соответственно. Кто-то течет, кто-то молодец. Отряды тут всякие. Отряды как раз у доктора Тёмы. А босса когда тут имеет смысл строить? Героя? Героя? Да. Но можно не строить, если пиков нет. Вообще, может, на 21-й строить босс. Угу, ничего себе. Ну, я задолбался ферму уже улучшать. Ой, нет. Ага. А сколько он стоит улучшить? А, во, тут какой-то Spirit of Vengeance из него еще может появиться. Интересно. Ну, я по... У меня есть уголок нормал-атаки. В виде Сиджайентов и Гвардиан-ов-Десов. А они посылать нам фигню будут, или как? Ну, они будут без големов нам слать. Ага. Вроде как. Слушай, а как... Ну, надо уже Презент скачать, наверное? Ну, сейчас, если пробьют, то надо, а если нет, то не надо. А можно просто качнуть, если... Просто я хочу качнуть после 16-й, вдруг у нас 16-й, чем там Dark нужен? А если нет, то... Как они за 340-й это пульт на себя заслали? А, до 16-й Royal типа не добивает, да? А, так... А, так... А, так... Ну, типа, даже если вы просто вдвоем в Тикиоте, а я в мид выйду, это будет ОК, потому что это затяг волны. Угу. Ничего страшного. Ну да, но опять-таки у нас инком-то вообще детский. Слабенький, поэтому затяг никак не выдают. Когда мы инкомить можем, уже нет. Ну, сейчас мы, сейчас мы отдефаем волну, если нам не понадобится презент, то мы будем засылать. 340 каты, 200 каты, мелочь. Я отбился, если они брак. Сейчас тебя окружают, да? Ну вот, да, вас пробили, я отбился, и сейчас меня должны в миду прикончить. Эх, жалко, меня тоже, да, пробили. Ну, тут катапульт действительно доста... А, у них реально хаос-атака. Сотка. Интересно. Ну и норм, ну и норм. Затягивается. Ну, хотя, смысл, что затягивается, у них тоже затягивается, у них тоже постоянно человек кто-то покадает течет. У нас 4000 дерево, так-то. Оранжевый Женя течет. Что, сейчас засылать им? Сейчас, подождите. Еще непонятно, возможно, презент понадобится, пока еще не ясно. Ну, сколько я могу. Ну да, ну мы успеем заслать. Нет, вывез барак, там, скиньте, там, ты без голема просто беговки. Окей. А что за джаггернаут, это что? Гоу-ройл, это новый, ой, юнит-ройл, жмите. Окей. Гоу-ройл. Ну, и все. Готово. А он активируется, вот я так к этим прорывал, не привык, если честно. Он активируется, когда ты заюзал, то есть его прожимать не надо, да? Хил автоматически, я понял. Хил автоматически, да. Презент активируется дополнительно, вот тут момент, когда ты его до максил, да? Его прям нажимать надо. Нет. Это активно, это активка. Да, я понимаю, просто написано activated, я всегда думал, что возможно. Он прожимается не только, а ты его прожимаешь, но и в момент максимального грейка. Походу нет. Да, ну катапульта тут неистовый, конечно, с хаос уроном. У меня просто много среднего армора, там всякого разного. А в фортефай практически нет. Подокидываем. 15-я волна, кентавра, это та волна, на которой мы обычно подыхали в этой игре. Ну, сейчас не подохнет. Так. Сейчас не подохнем, это хорошо. Ты, кстати, в этом, в Blacksmith'е был какой-то более веселый, задротствовал т.д, повлияло на твою жизнь? Нет, нет, не повлияло, я просто не пытаюсь не засорять фон, вот и все. Нет, 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 ты веселый, говори что-нибудь, ты ровнешься наружу. У тебя совпадения случайные. Ты что, говори, делаешь, что ли? Постарел, постарел. Резко, резко. Что за наедет? Ты знаешь. Какой маннергенщик же? О, фух, маннергенщика построил. Так, что, я построил, блин, а надо было еще под одну розочку построить, но я, конечно, даю. Ну, ладно. Надо было еще, потому что снижение урона, это космическое. А, что, гвардин спирит. Он, получается, оракл больше не снижает вокруг стоящих юнитов ничего? Снижает, снижает. Ну, на нем, вот смотри, там есть обилка в виде совы, просто здесь анимации совы сверху нету на карте. Нет, здесь написано, что этот, ножи. Он у тебя на гидре, the units takes reduction damage, первое. Сова, короче. Я, кстати, в маннергенщик не встал, надо будет продать. Он вне зоны строительства. Эээ, клево. Ну, страшно. А почему... Блин. Здесь граница, чтобы они не подстраивались друг к другу, чтобы, типа, на мужиках все играли. Женя в тильте, походу. Протекает. Ммм. Посмотрим, что у нас получится. Ну, походу, я втекаю. Да я, потому что грифонов на будущих 20-й построил, а не улучшил. Мне кажется, если их улучшать, то они будут сильнее. Интоело-то, что у меня пацаны не призывают второй раз. Потому что 60 мана ровно было, и он такой... Ну, с тебя маннерек-то есть? Смотри, ты не продашь его, он у тебя умрет. В смысле, а если умрет, то что? То все. Минус деньги. А, если он не участвовал, то... Ну, то есть ты его подстраивал, если его убили при дефе, то все. А сейчас тоже засылаем, да, фигню дальше? Да, да, всю фигню дальше засылаем, да. Сейчас дошлим на одну волну, потом апнем презент и дальше будем слать пока. А куда еще апать презент, он же уже так десяткой. А, точно, у меня привычка. Так, а мы не потеряли брехил из-за того, что я не достроился? Ну вот, может, потеряли. А, у нас, у нас, у нас реген... О, боже, тут... Что? Короче, из-за того, что у меня был включен... Тут активируемая это... Тут активируемый... Горелка активируемая. Вот, короче, из-за этого сейчас будет больно. У меня дар... У меня нету презентса. А-а-а... Ну, а презент серовой тут кентавров-то несколько с них много не насосешь. Хотя, что-то идет... Да нет, хилл точно не потратим нормально. Такая, что все хорошо происходит у нас. Сколько наиграл часов в эту версию? Примерно. Да, не знаю, много. Но мы играли где-то... Сколько? Месяца три назад, да, тогда с тобой? Да, да. Но эти все три месяца я играл здесь, и на УЗЕ. Уже много, наверное. Так, то есть, сзади мне строить нельзя, получается. Ну, там и где, да, вот... Вот здесь у тебя крайне... Ой, я не крайне улучшил. Это я зря. Так, мне нужно где-то вертолет влепить. Ну, вот здесь, что ли, вместо Пандерина влюблю вертолет. Так, так, так... Ой, 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 фермы опять не хватает. Ну, тут все фермы быстро отступят, не проблема. 16-я волна, можно сделать еще гидру. На самом деле, лучше вообще доделать гидру максимум. И сделать птичку. Вот, смотри, если был там 12-й грейд, ты бы там... Не я, меньше дефнул на 14, меньше дефнул на 15, и из-за этого по голде бы проседал-проседал, и в итоге не вернулся бы. И инком бы не окупился, потому что ты бы потратил дерево на грейд, а мог бы получить с этого дерева голду тоже. А так ты и голду потратил, еще и инком. Вот. Ну, я понял, да, не окупается не в смысле, что голда не приходит за засланных именитов, а просто ты начнешь утекать. Да. Фикс, ну, блин, главное с ящерицами справиться. Главное справиться как-то... Варлоки из разных мест объединились друг в другом вместе. Эй, не нравится, что здесь нету... Причите, я огребаю. Я тоже огребаю. Не нравится, что здесь нету, как в Хелл Халте, оставшиеся в Луе, интересно было посмотреть. Хотя в моем случае ничего бы особо не написали. К 17-й мы шлем или не шлем? Мы каждую шлем, да. А, окей, окей, окей. Ну, каждую, чтобы больше денег было. Окей, блин, я протекаю стабильно. Но, с другой стороны, деньги, полученные с этих там 12-13 крипов, это мелочь по сравнению с 1000 инкома. Да, инкома-то хорошо. Я просто рекомендовал бы вообще 10 тогда остаться. Более, чтобы дефали, еще было бы круче. Ну, я не уверен, что 350 в Элью что-то бы поменяли. Это даже, там, сколько процентов-то? Это 2 процента. Ну, короче, как-то так это тут работает. Так, вот эти вот 2 процента ключевых. Мне кажется, очень много все-таки от юнитов тоже зависит. И вот туда бы. Прикольно, масс-виверны. Наконец. Наконец кто-то построил. Сколько у тебя виверн? Ну, да. Много. Ну, это на 15-16, наверное. Нифига себе. О, наконец-то. А у них нет хороших. Просто этот, кто... Я позвал человека, чтобы он осуществил мое обещание 12-летней давности построить масс-виверн. Понял. Так, флэш-големы. Флэш-големы. Что-то... А, я же могу построить этих подрывных бригад. Не, не надо. Не строй только их, пожалуйста. Они не продаются здесь. Так, в смысле? А построить алхимика, нет? Алхимик не продается. И он очень плохо на 20. Просто, пожалуйста, не делайте этого. А гидры нормально? Я просто сейчас теку иначе. Гидры очень хорошо, да. Супер, у меня много будет. Я просто не получу эти деньги. С волны сейчас. Ну, ты строй что-то другое просто. Апни воду. Какая вода, вода. Вода это точно не то, что надо. Хотя здесь, конечно, уапнутый... 0978. Я не знаю, что-то не уверен. Бесит, что эта вот линия появилась какая-то вообще. Кто их просил? Ну, это чтобы не подстраивались с аурами. Ой, нифига, у меня грифон смелый. Ой-ой-ой, грифон. Сейчас деревья в битвы настрою. Ой, грифон. Усили не усердств, только апнутых делай. В порядке, в порядке, ты лучше. Ну, сначала гидр. Да, ты химер можешь настроить 3D больше. Да, они воздушные, но 20 очень хорошо. Ой, я феникс могу построить. У меня всего 20 не дефните, и завала, просто из-за вала. Да, это будет хорошо все равно. Ну и жалко, если у меня был ман-регенщик, на самом деле, то вполне возможно, что построив фениксов, я бы отбился. Вполне возможно. Не, феникс и топ. Ну, их классно строить на 20. Я понимаю, я понимаю. Я говорю, что если у меня был ман-регенщик, у большинства здесь юнитов есть кд, и поэтому ман-регенщик в той или иной степени не идеально работает. А у фениксов просто манна, и, соответственно, он прям на 200% раскрывается. Да, кайфов. Блин, мне там с даймашиной не приходили. Я бы не отказался. Стропчужинь уже... Жесть у тебя этих реверн. Года два уже не лагал. Ну, это, видимо, какая-то версия специальная. Анти-Женя. Я просто успел проснуться. Тогда, когда я, ну, типа, сонный, короче, я какой-то... У меня нахихи пробивает, потому что это такая защитная реакция организма, чтобы проснуться. А, так то есть надо договариваться, короче, играть тогда? Это же сложно, это не угадать. Блин. Там же да, прям реально, как другой человек. Скажут, что тебя подменили, что твой какой-то брат-близнец. О, работает, давай, продолжай. Ну, я реально, потому что тогда ты думал, что ты пипец либо под чем-то, либо пьяный, а кажется, это просто... И это просто вот так, да. В принципе, такое. Что-то черные драконы. Драконы черные, у них, смотри, хп сколько. Да вижу, но откуда ты их взял, я не помню. А просто из драконов, которые в Т6 есть, вот, есть костяные, а есть вот обычные за 270. Из них там 4 вида драконов апается. Есть. 4 вида, ничего себе, ну здесь разнообразие. Мы, которые играли в декабрьское, но все было. Просто там я был нубасом, я совсем ничего не знал об этой карте. Я же первый раз вообще в ЛТД практически играл. Тогда. С каждым рассказом у тебя уменьшается количество игр. Скоро ты скажешь, что это твоя минус первая игра была, блин. Минус первая, хорошо. Следующий разговор минус первая. На сотню. Хотя мы нулевую пропустили. Блин, мне бы сейчас карты тоже немножко. Я не против. Так, ну что ж, фениксы, фениксы. Ну, кстати, комадо вроде выглядит неплохо вообще. Может комадо построить? Нет, фениксы, только фениксы. У тебя комадо плохо на 20. Ты можешь поставить на все деньги не апнутых. Вот моя рекомендация. Да, ну так. А, блин, ферма. Вонючая. Вообще, вот зачем эту ферму? Просто убрали бы ее. Ну, всем бы хватало бы еды. Обеспечили бы бедных продовольствием. Так, раз, два. Я надеюсь, что все еще найду этого хилера какого-нибудь. Видимо, это кому-то не выгодно. А, блин, забыл поставить этих. Давай. Кемер. Что ты сам-то оборотень просто? Да я гал... Это шедевр шторм. Так, ай, блин, я криво построил даже под розочку. Ну, пофиг. Да, у меня авиация тут нормальная. Ну, еще 18-я волна, потом еще 19-я. Ну, что-то мы перестали течь. Как будто... А, не, хотя нет, сейчас же втек... Я теку, как красавчик, не прерывай. Ой, ну, кстати, мы уже достаточно далеко сыграли. Ну, мы в прошлый раз-то сначала что, сначала тупили, а потом начиналось, что кто-то там построил одного голема, случайно, сигдач, я помню, вызвал. Противники такие, о, мы увидели там этого, или арморщика. Такие, мы увидели арморщика, посылаем 15 демонов. Я помню, да, вот. Поэтому у нас, в общем, это, каждый раз игра из-за чего-то... Веселье было. Веселье, да. А сейчас как-то вроде все адекватные, на удивление. Ты как-то видишь, ты либо веселишь людей, либо организуешь их. Ну, у меня есть... Ну, по организации мы же поболтали с Тёмой. Мы просто поболтали и сказал, вот, нужно сделать вот так, 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 давай попробуем. И все. И Тёма там ими руководит. Ну, надеюсь. Подлагивает. Прикольно, в HD-версии, конечно, солнце сплющенное. Самое крутое, что мы все смогли стартануть, это очень важно. А то я волновался очень сильно. Сюня был таким веселым, потому что волновался за наше будущее. Yes. Странно, ну, кстати, в Хелл Халти бывало и посильнее лагало, так-то. Не сказать, что... Ну, то есть лагает, конечно, но он тогда может... Может и может лучше. О, вампиризм пришел. Вот вырезали чит-пак и добавили другой просто триггер на то, что вот тут вот юнит стоит где-то вот здесь. Вот здесь. Который, если вдруг ты его видишь, он триггерится и человек выкидывает. Прикольно. А можешь не туда камеру перевести? Перевести, переведи, пожалуйста. Ничего не понятно, тебе нужно вижен на него. Ну, типа, если ты моп-хакер. Да. А я такой хопа перевожу и меня выкидывает. Бан. Я перевел, меня не выкинул, так что все нормально. Ты не читер, что ли? Фу. Фу, не читер. Фу. Фу, согласен. Фу. Безничный, я не могу сзади построить на одну клетку, это пипец вообще какую-то. Чего-то дискриминация. Ну, вперед надо наращивать теперь. Какого наращивать, когда я его расстроил? Ридеров. Ридеров варлоков строить? Да. Да, да, конечно. Это очень хорошо. Очень хорошо. Да, они сейчас уже все, они прям топовые. Аль, пойдем? Пойдем. Пойдем. Чего, постоянно уже это здорово происходит на фоне, я не понимаю. Деваю. Вы все в опен... Жизнь, жизнь. Жизнь течет. Вы в опенспейсе живете, что ли? Я не понимаю. Ну, у меня очень мало дебафов. Типа, у меня минус армора вообще нет, поэтому будет проблема. А, точно дебафы. На 20. Беги, 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 беги. Беги. Ай, набежал. Точно, минус армор же нужен. Но у меня только два бладорка. Блин, я что-то... Да меня бесит, что сзади ничего нельзя построить. Я просто пол волны об этом думаю. Каты за 200? Да. Окей, интересно. Может, уже наспавли. Ну, потому что, чтобы было легче дефнуть. А, типа, все остальное это спам. Каты посильнее это пробой. А каты за 200, они не дамажат и не создают впереди заслона, мешающего убивать черепах. Да, да, да. Обычно кидают там ауры и виверн еще всяких, чтобы слишком много спама не было. Вот. А почему слишком много спама? Чем-то плохого? Лаген? А юниты начинают тупить при дефе, и черепахи всех убивают. Вообще не так. Черепахи тоже тупят. Я в сторону сказал. Черепахи тоже тупят, и деф легче, короче. Ну, это в минус. В минус черепаха получается, да. Да, да. А так как мы кинем в фулкат очень много, то и деф легче будет, и может быть будут чуть-чуть тупить черепахи. А почему у тебя настолько больше вэлью? Странно, у тебя инком всего лишь на сотку больше. Ну, гораздо лучше вначале ты дал силу, и присобил много тоже. У него, ну, 4200. Все очень плохо. 4200 больше. Ну, я вашего много съел, я дефнул там 14 что-то поел, потом где-то еще что-то поел, и тогда я не ем, я умираю. Ну, нормально. Мы же кайфуем, ребята. Мы же просто пытаемся пройти карты, чем. Ну, не скажите детику, все верно. Все нормально, что-то что-то никто тебе ничего не говорит. Все прекрасно. Все замечательно. Все не хочу уже деть. А еще я представляю, мы стебемся от шо-то шторма, а у него дом, как офис гугла какой-нибудь. Там горка стоит, кресла, мешки, столовая. Да нет, это не считалось. Ну, я не знаю. Я развлечался, я всего лично луне сижу к такому. Судя по тому, как к тебе врываются постоянно, явно вот что-то, что-то такого. Да нет, просто бессовестные, все. На других слов. Фермы апните заранее, пожалуйста, чтобы реально. Чтобы сейчас не было проблем. Нет, заранее апнула, да, певальная дема. Так, что, апаем фениксов. Хиллеров что еще построить? И дальше Т-6 у нас дачу, ставь, просто пускай летают. Блин, а может комадо построить? А здесь улучшенные комадоиси исчезают. Не, Т-6 нормальная тема, потому что они летают. Две голды не хватило на последний грейд последнего юнита не апнутом. Ну ах. Ну, кстати, насчет летающих, они все равно впереди-то не будут. А, это неважно. Я не апнул Оракула. Ай-яй-яй, еще до шторма. Ай-яй-яй, кого продать? Не апнутого мужика не продам. Блин, я хотел под конец игры, короче, специально апнуть... Блин, не хватает шутка. Специально апнуть одного ватер и лема. Чисто для инсерта. Просто по заявкам зрителей. Блин, вот сюда бы, конечно, трех этих варлоков рядом с фениксами. А, плохо, что у меня фениксы все друг с другом. Надо, получается, их тоже что-ли распределять. Хотя они друг с другом для фокуса хорошие. Не, у меня... Варлоки станет вообще жесть. Только я с вами помираю, походу. Но варлоки станет классно. Да, да, они хороши. У тебя просто мало-мало. Варлоки станет? Очень мало, да? Да, у них стан по таргетиниту. А, хе-хе-хе. У них только палец смерти, но он такой слабенький. И вот стан имба. Да, если у меня были варлоки, а если я их построил на той волне, вообще наплевать на все, я бы точно отбился. У тебя все великолепно, ты почти деф-ну, ты деф-ну. Ты деф-ну. Хотя нет. Может, я не деф-ну. Я не деф-ну, я не деф-ну. После завода реверой черепау, добейте, пожалуйста! Не, не деф-ну. Да, не деф-ну. Ну да, но если просто... Это очень хорошо, это лучше, чем я, явно. У меня мин плюс 10. Ну вот мы и сделали все, что... А, не все, а них один деф-ну. Ну они умеры, кстати. Мы выиграли. Только доктор Артемий деф-нул, все остальные что-то... Причем они, ну так, неприлично не деф-нули, я бы сказал. А, 9! Ну там кат еще много. Ты так плохо реально все. А-а-а, сосалка не работает, да? Не, понимаешь, что там кат, ну? Да, холи вот этот, презенс. Черепахи такие, конечно, вообще. Вроде казалось, уже места нет, но одна такая... Так, панцири подвинули, я врываюсь. Вот сейчас тоже места просто нет, а на вторым этажом встало. Что происходит? Этот light, like, презенс-то действует, нет? На них встает? Довольно забавно, что нет анимации, выстало. Товарищ инсерт. Еще раз, какой вопрос? Презенс на них действует? На роял, да, конечно. Ну, то есть достает? Они умирают, Вадим. О, он, смотри, смотри. Да, достает, достает. Изи, ребят, лучшая у меня графа полезность. Наша команда почти по всем показателям. Вот чемпион скилл, мы мало чемпионов вызывали, а так мы в топе. Мост ликт. Блин, я самый нубас в команде, ни в какой номинации не упомянули, нечестно. Нет, на самом деле, реально, полторы черепахи, это достаточно неплохой результат. Вот, и, ну, по сути, конечно, понятно, были ошибки во время игры, но самая большая ошибка, как по мне, это я не построил варлоков, которые еще и станет в этой версии. Это просто песец. Вот у той, у группы авиации, из фениксов, во-первых, надо было рядом с ними тогда наземных юнитов строить. Я, если честно, про отскоки никогда не думал, чтобы, ну, не было отскоков. А так, соответственно, с воздуха на воздух. Во-вторых, минус армор просто пипец, как по маслу бы все унесли. Ну, и в-третьих, конечно, надо было все-таки розочками строить. То есть, ну, если приходит медицинмен, то построить... Мы даже розочки не помогли. Построить три или четыре, ну, сразу, на будущее. И всех сильных юнитов уже строить с розочками, потому что, ну, это, там, четверть урона практически снимает. И в учреждении я доволен. У вас какая-то была общая, да, соревнование? Ну, вадим деф, ну, практически, это очень круто. То есть, ну, это же надо... Деф 20, это, ну, хороший уровень. Типа, это прикольно. Спасибо, спасибо, спасибо. Ну, да, я говорю, если вот вышеописанные ошибки не сделал, которые, ну, в принципе, сильно много скилла для этого не надо, то все было бы вообще прям прекрасно. Ну, если бы не оппоненты, но бас. До этого мы на 15-й постоянно отдавались, так что, да, замечательно. Ну, инсерт молодец. Не смехом, так скиллом протащил нас. Ладно, всем пока.